Николай Николаевич, сын Николая Ильича Микухи Маклая, который родом из Черниговской губернии. Город Стародуб был на карте Черниговской губернии, испокон веков, и в том столетии, в 18-19 году, по административной территориальной реформе, и эти четыре района, Новозыбковский, Сура, Шмуин и Стародуб, отошли в Брянскую область. И поэтому на сегодня на карте Украины нет этого района, хотя испокон веков в Стародубе проживали наши казаки, легендарные казаки, и Николай Ильич именно оттуда. А когда у Николая Ильича родился и Николай Николаевич, и остальные дети, пятеро детей у него было, это Сергей, Николай, Ольга, Владимир и Михаил, то отец родом с Украины передал своим детям и любовь до Украины, и любовь до украинской культуры, писателей, песен. И Николай Николаевич, будучи уже известным на весь мир путешественником, ученым, в своих интервью не забывал нигде упоминать, что он потомок Тараса Бульбы. А когда австралийский журналист спросил его, кем вы себя считаете по национальности, у Николая Николаевича мама немка-полька, отец русско-украинец, как бы считается. И вот четыре крови в вас переплелось. А кем вы сами себя считаете? То Николай Николаевич обо всех нациях отозвался с большим уважением. А когда дошел до украинской, он сказал, я просто с гордостью ощущаю себя малоросом. Малороса – это Украина, в 19-м столетии называлась так. И я очень люблю отчизну своего отца. То есть всемирно известный путешественник, ученый, гуманист Николай Николаевич, заявил на весь мир, что он считает себя украинцем. Это очень для нас, украинцев, я считаю, приятно слышать. Ну и поэтому вывод из всего этого, что на Украине Николай Николаевич должен всегда быть, присутствовать. История о нем, знания о Николае Николаевиче. Это человек, которого надо постоянно изучать, постоянно доводить до нашего молодого поколения, потому что, что ни скажите, оно у нас обделено на сегодня и духовностью, и знаниями историческими. Так что я считаю и сам веду такую политику, чтобы Николай Николаевич всегда и везде был у нас на Украине.